МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наконец-то мы доехали подать заявление на регистрацию. Что будет? У меня аж три года! Три года я нигде не прописана. Держи, мам. Даже интересно, что мне за это будет? Ну, штраф, видимо, какой-то. Сидим в очереди. Мы пятьдесят седьмые. Ты понимаешь, что пытались стирать, но ты тоже на предстое у нас вызвано осмотрение. Что стирать? В паспорте, как я водил, что-то написано ручкой, пытались стирать. Что это за паспорт? У нас батл, что ли? А что говорить? Вляпались, короче говоря. Три года без прописки, могут вернуть. Ничего, миграционный. Короче, все для людей. Ограничения, условия. Все. То есть паспорт потерпен, значит, может быть оттаз. Оттаз, значит, иди делай новый паспорт, плати штраф. После этого прописывайся, а из-за того, что не прописан три года, плати опять штраф. Не, ну, может и правильно. Короче говоря, ничего. Так просто не прописано. Да. Вот так въехали сюда, а выехать не можем, не открывается флагбаум. Пошел выяснять. Так что с моей регистрацией будет понятно 2 февраля. Откажут мне, не откажут в регистрации. И что придется делать? Нашли какую-то потертость в паспорте на заднем листе. Ну, в смысле, не на листе, а на обложке изнутри. Наверное, когда-то пин-код записывала. Так паспорту лет тоже сколько. Вот. Да, все как всегда. О, волю эмоциям даю на улице. Ура! Ой, пугали-пугали. У меня же три года не было прописки. И при получении документов... Ой, и... И в этот самый, в миграционную службу. Там штраф какой-то бешеный. В общем, всякие-всякие проблемы. Но... Получилось все очень хорошо. Вот. Теперь еще мне надо будет пенсионный фонд. Узнать, как бы мне перевести теперь пенсионное дело в Мурманск. И все, и можно ехать в Крым. Вот. А сейчас я поеду к сыну. Сегодня нашему малышу годик. А я поеду к ним в гости. Так, ой. Так что... День начался хорошо. Зашла в Фикс Прайс. А тут вот такие бархатные вешалки. Надо взять. По ним не должны вещи сползать. Такие приятненькие. Так. Возьму три штучки. Вот такие шнурки у меня есть. Силиконовые. Но они... Нифига не держатся. Растегиваются. Ну, из Фикс Прайса все равно выходишь не с одной покупкой. Потому что Иринке нужны. Батарейки были. Купила колпачки для праздника. Еще там игрушки какие-то. Сейчас поеду к Косте. Боже мой, дождались. Прям уже немножко подниматься стало. По этим лестницам, конечно. Ну, ладно, я пришла. Все, ты уже не младенец. Вообще, вот прям два дня вообще другие. Он уже начал ходить вот так. Ну. Он даже на лицо за эти две недели изменился. Он как-то раз, так и опа. Угу. Саш, сейчас могу еще батарейки вставить. У нас одинаковые телефоны. Угу. У меня... Еще один товарищ. У меня золотой и синий, а у тебя... Нет, у меня золотой и белый, а у тебя синий и белый. Угу. Везем в бассейн, ребята. Шанька его, пакет твой взял. Зависать. Вышли, оделись, позвонили. Вышли, сходили за водой, пошли одевать одежду, сосиску снили. Мы как раз за это время поднимем. Храм не видно за кустами. Ой, ой, ой. Папа. Ммм. Дети теряют... У меня книгу, а там вообще-то занятий много и так... О, какое. Смотрите, типа радуги в залу или как-то называется. Ой, оон радуга. Затонировано, наверное, не видно, да? Видно немножко. Не видно. Ой. Рисется. Что, парни, выгружайтесь. Мороз, туман, ничего не видно. Не знаю, там видно, нет? Кораблики стоят в тумане. Залив парит. А что, двадцатка. Вот. А это вот такое романтическое место. Это памятник умеющим ждать. Ну, у нас ее тут зовут ждущая. Жены моряков, рыбаков, военных, подводников, всяких. Вот она тут на берегу. Это ждущая девушка. Ну, и сюда приезжают, вот замочки вешают свадьбы. по всему периметру. Цвет такой. Чего такой, малыш? Надоелось сидеть. Вон, сделали все столбы. Ну, почему нормально не загрунтовать, нормально не плянуть? Притом, все белое, вон, по верхам. Все, светлесо. Угу. Столько времени можем никак укатать, парня. Все в тумане. В темноте снимали Ленинград. Теперь при свете. не видно ничего. Вау! Чтобы на всех щитах все вот эти вводные кобеля были, короче, тоже автоматы на ресепции. Ну, это совсем окраина. развороток всяких понастроили сколько. не будешь никак, да, никак. Никак не спится, парня. Всказочный лес приехали. Всказочный лес приехали. вклювший лес. Продолжение следует. Всказочный лес. Всказочный лес. Всказочный лес, пляжный лес. Да спокойно. Всказочный лес. Да. Чем-то заняты. С дури меньше. Конечно. Болели с ума сойти. Сошел туман, да? О, на Леша стоит. Что, мальчишки не вышли еще? Звонила? На проводах снегу сколько. Здесь все облеплены. Да, что-то будет. Вон этот какого океанариум наш. Океанариум. Какой-то там единственный зад. За полярным кругом, наверное, единственный. Нет, там прикольно. Я помню, ходила. Я молотаю. А, с Сашкой мы ходили. С Сашкой и с Настей еще. Настя тут еще жила. О, да. Это я люблю. Вот такой тортик. А парень у нас, да, посуду моет. Посудомойки. Вот так мы танцуем. Давай, пока мы в тишине погодим чуть-чуть. Нас немножко голову галят, из-за того, что мороз. Включай. А он и без музыки хорошо танцует. Ну, какую-то надо коробушечку красивую там поставить, да? Коробушечку. Может даже и вентиляцию вставить. Не нужен ему торт. Он своими делами занят. Положи, игрушка. Ну, где-нибудь надо сбоку, наверное. Может быть, лучше, конечно... Там разве нельзя узнаешь, куда зафигачить? Где-нибудь просто... Где торец, торецница. Старший. Может быть, как раз вот сбоку от ящика. Разве... Давай, мы задуем, давай. Перемажетесь больше. Все, 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 все. Убираем, прячем. На чай. Ну и как мышка? Саш, мышку сорвал с торта? Наши запасы сочные. Ну, ничего. Мышка. Да? Ничего? Да. Мышка. Мышка.